немножечко собралась ребят одела футболку пиджачок накинула она здесь последние дни такой сильный ветер урагана вообще же вот была в россии эта ситуация в крыму затопило и потом видимо все это дело пришло на европу там сюда на сардинию пришел именно сильный ветер тоже немножко знаете похолодало очень ветер здесь достигал где-то 30 километров в час в общем очень сильный короче практически невозможно было спать от этого шума но в общем да немножко похолодало у нас вчера мы не купались сегодня купались в общем разок сейчас кстати возьму ключи разок сейчас стать сходили скупнулись и сейчас мы едем волбью едем волбью первый раз прогуляться мы до этого были волбью только в общем супермаркете и все мы там как бы не гуляли набережной не смотрели ничего не видели так что даже не знаем что то как что за городок хочется его посмотреть возможно сядем какую-то пиццерию вот в общем приехали припарковались нам уже здесь нравятся здесь есть называется на итальянском или лунгомары лунгомары это значит набережная переводится с итальянского все рестораны ребят местная улица центральная точнее улица волби мы идем кафе для местных до 2 километра пройти этого места где он поставили машину полчаса тут мы уже очень выходим на автострады какие-то ваши какие-то трассы как мы любил как мы любим короче в какой-то вообще не ходят люди где не ходят люди мы в какую-то просто трещину уже волве пришли вот не знаю сейчас попадем в эту пиццерию или нет я надеюсь просто что там пицца это должна быть вкусная я смотрю готовишься к веселому вечерку каждому по бутылочке в общем взяли продолжаем значит местное пивко называется вот так вот оператор увеличу пожалуйста фокус сделаем это сердинское пиво с флагом в общем называется икнуться темное нефильтрованное не ну не темная но светлое нефильтрованное ну в общем так светлое нефильтрованное вот взяли к этому пиву сейчас нам принесут брускетты я здесь к нему покажу брускетты в общем это переводится как такие кусочки хлебушка в общем с разными сверху начинками филадельфия там помидоры кусочек колбаски может сейчас посмотрим что принесут и взяли одну пиццу на двоих пицца с помидором от сырала дюхала и там идет еще с пеппинг да? с пеппинг ну все ждем вот это за бортом прикольно но они все с колокольчиками тут некоторые без колокольчиков прикольно супер блестящее лицо ну в общем ребята мы пришли на пляж который называется Кало Фиуля будем сегодня здесь первый раз купаться мы до этого вообще этот пляж видели но мы его проходили просто мимо когда мы шли на Кало Дано на хайкинг здесь в общем такие заросли вы как поняли уже мы с Сашей любим ходить на те пляжи которые через заросли через камни вот такие вот через заросли а почему? а потому что такие пляжи самые красивые там самая красивая вода вообще конечно ребята скажу вам честно что порог моего удивления уже уменьшается это конечно плохо после конечно таких пляжей как Кало Дано, Кало Галаридзе, Беркида тоже очень красивый пляж был я его снимала большое выходное солнце короче после таких конечно пляжей уже какие-то пляжи даже обычные возможно там хорошая вода они уже в общем смотрятся так себе что? а то я там переоденусь уже на пляже ну в общем да это конечно и хорошо и плохо это знаете люди которые пожили в Париже или живут в Париже их уже потом тяжело удивить каким-то другим городом даже когда мы приехали в Милан вернулись из Парижа мы там были так не знаю сколько дней четыре дня не знаю три дня четыре и мы уже я помню приехали в Милан такие да 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 уж водоросли есть отчасти да но их как бы они в основном все водоросли все водоросли в основном на берегу если чуть чуть подальше зайти то тут их нет значит там вот камни там никого нет на том участке но мы в общем там где все люди там потому что там мне кажется немножко безопаснее под камнями вообще в принципе на таких пляжах лучше не садиться потому что есть вероятность здесь обрушения это 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 Привет, ребята! Мы сегодня едем снова на пляж Кала-Головидзе делать хайки. Сегодня у нас нет розового заката, как было в тот раз. Сегодня мы, когда ехали по дороге, увидели был дождь, хотя по прогнозу его не должно было бы быть, но видимо погода здесь достаточно изменчивая. Остановились мы сейчас на том же месте. Сейчас я немножечко повернусь. Здесь каньон Горопу. Вообще, кстати, это, если не ошибаюсь, или на первом месте, или на втором по размеру каньон в Европе. Но это, естественно, не он, конечно же, это просто городок, но вообще, в принципе, этот каньон тоже стоит посетить. Это тоже, скажем так, определенный маршрут для хайкинга. Сзади меня здесь вообще по всему маршруту встречаются такие вот заброшенные здания. Я так понимаю, это какие-то раньше были, не знаю, коммунальные учреждения, в общем. Но сейчас это все в таком, скажем так, забытие, в такой ситуации. Мы сегодня опаздываем. Мы хотели быть к 7 утра, а пишется уже на навигаторе, что мы будем к 7.28. То есть уже на полчаса мы опаздываем. И вспоминаем всегда Эллену, мою подружку, что в том году, кто видел влог, когда мы ездили на корабле кататься на экскурсию по этим пляжам в заповеднике, то она должна была ехать с нами. И мы ее ждали до последнего, потому что она опаздывала. И по итогу она, когда выехала, она на навигаторе проложила, как бы посмотрела время, но она не нажала эту кнопку в путь. А потом она, когда нажала в путь, у нее оказалось намного дольше, что времени от дороги, и что она, получается, опаздывала вообще, в принципе, на корабль. А корабль ее бы, конечно, не ждал. Ну, в общем, по итогу, как она нам рассказывала, что она нагнала вот по этим шпилькам, как вы видели, по этим дорогам 10 минут. И мы с Сашей вот удивляемся, что это много. Чтобы нагнать 10 минут, это надо ехать, ну, от рекомендованной скорости километров на 30 и больше, да? Наверное. Ну, вот мы ехали километров 50-60 по той дороге. Ну, да. Ну, 50-60 по этим шпилькам, это уже тебя вот так в сторону в машине относится, ну, как бы не очень приятно. Она, по идее, должна была ехать километров 70, наверное, всю эту дорогу, 75. Ну, да, представь. Ну, это как бы там ощутимо уже. Ну, да. Это Формула-1, короче, такая. Ну, в общем, ну, по итогу она тогда приехала, успела. Ну, там, последний, да, корабль, в общем, там отправлялся уже, и она там до отправления, не знаю, минут за пять приехала, в общем, и сразу мы, наверное, отблыли. А так, ребят, выглядит дорожка уже на подъезде к самой Кало Галоридзе. Галоридзе. Камни, получается, из них сразу растут деревья. Ой, это тот же. Смотри, он пришел. О-о-о-о, какой, о-о-о, какой. Он ждет, он пришел, чтобы его погладили. Какой. Вот, глянь, он сел такой вообще, ну, а такого я еще не видела, конечно. Такой упитанный такой поросеночек маленький, парчеду. Хотела, ребята, вам рассказать, мы уже что прошли, но мы снимали домики эти, но не рассказывали за них. Это вообще не просто такие, скажем так, сооружения, от ничего делать. Это домики пастухов. В то время, когда здесь были пастухи с животными, они здесь укрывались от дождя, от ветра, еще от чего-то. В общем, да. Смотри, там тебе сейчас кто-нибудь затянется. Саплет, да? Ну да, такие вот домики, и по этому маршруту их, в принципе, достаточно. На этом маршруте хайкинга на Кало Галаридзе достаточно таких домиков. И сейчас, когда мы идем, многие животные, вот, козы и так далее, они здесь сами уже без пастухов пастутся. Их, видимо, обучили, не стали умными, интеллижентно на итальянском, это умный. Вот, и они пастутся сами. Вау, красиво, да? Это на 500, знаешь, вода еще более синяя, по-моему, да? Ну да, там такая береза. Вообще синяя-синяя, да? Такая остановочка на пляже. Мы здесь разложились с Сашей. В общем, здесь, получается, когда вы заходите на пляж, вот этот уголок, на нем меньше всего солнца. Кстати, здесь пещера, здесь тоже люди некоторые располагаются. Вот. Слушай, а мне тело так колит вообще. Что? От соли? От соли. Здесь вода намного соленее, чем на наших пляжах. Тем временем, ребята, скалолазы покорили Галаридзе. Посмотрите, они забрались на самую вершину. Вот это дела. С самого утра они забирались, пока мы шли, и вот они забрались. Еще мы здесь нашли такой вот пляжик. Здесь вот есть парень один. И такой мини-частный пляж, куда можно заглянуть. Слушай, ну, я думаю, в принципе, и там можно дальше, да? Тоже камни есть. Ну, да. Ну, красиво здесь, прикольно. С Сашкой мы возвращаемся с пляжа. Пляжем. Вот. Очень классно покупались. Конечно, если бы было солнце, да? Была бы, наверное, чуть-чуть получше. Но все равно круто. Сегодня у меня произошел еще очередной прогресс. Один я поделюсь с вами. В общем, тоже я... В тот раз я научилась плавать как с маской. Немножко опускать голову, так чуть-чуть. А сегодня я полностью погружалась, как военный ныряльщик. Практически, да, Саша? Время, точно. Так точно. Ну, во всем, короче, я полностью под воду погружалась. В очках я видела вот так полностью всех рыбок. Знаете, как фотки делают человек такой в воде, и там вокруг рыбы плавают. Update нашей ходьбы наверх. Как тебе? Нормально? Да. Сашка, мокрый весь. Покажи свою спину. Просто вот Сашина спина. У него портфель, который греет. Да, он портфель, который греет. Мы опять возле этих домиков, чтобы понимали. Только я уже разделась. Я уже разделась, потому что солнца нет, но реально жарко. Вот, все. Теперь будем ходить постоянно на Кала Галаридзе, потому что я хочу смотреть рыбок. Теперь у меня новое хобби. Это нырение с маской. Снорклинг и смотрение рыбок. Все, теперь я уже не та. Кстати, хороший способ похудеть. Вообще просто топовый. Спускаетесь и поднимаетесь. В идеале этот маршрут необходимо делать час на спуск, час тридцать на подъем. И тогда вы, можно сказать, в топовой форме. Мы пока еще не в топовой. Мы спустились в этот раз за час двадцать. В предыдущий раз мы спустились за час сорок пять. То есть, уже улучшения есть. Сколько? Пятнадцать? Двадцать пять минут, да? На двадцать пять минут мы быстрее в этот раз спустились. А поднялись мы в тот раз за два с половиной часа. Посмотрим, сколько поднимется в этот раз. Чичики тебя поддерживают. Чичики? Эти цикады, мы их называем чичики. Ну что, по окончанию маршрута нам повезло. Мы встретили новых животных. Это мостик. А он и корова, да? Да, какая-то, да. На итальянском мостик это азино. Азино тритопора. Можно его погладить? Как ты думаешь? Не знаю. Так, боится? Может, гладишь? Ну, попробуй. Значит, по поводу цен. Что мы решили взять? Я вам покажу. Мы решили взять, значит, киното. Это очень похоже на кока-колу, но якобы более натуральное. Это такая вот итальянская тема. Попробуйте. Я вам когда принесут, покажу ее. Стоит здесь 2 евро. Дальше мы взяли... Это мы каждому взяли по киното. В принципе, цена неплохая. Мы взяли одни пататины фриты. Это картошка фри. 104 евро. Мы взяли одну такую картошку на двоих. Естественно. И мы взяли с Сашей вот фитина гиманса эвертуры гирельяты. Здесь должен быть кусочек мяса и какие-то жареные овощи. 5 евро на каждого. Вот такой наш с Сашей заказик. Вот такой вот бутербродик. Не знаю, показать здесь. Здесь, в общем, говядина. В общем, какие-то овощи на лансаны. Вот такой вот напиток киното, который очень похож с виду на колу. Но по вкусу это немножко другое. Но я вам советую попробовать киното в Италии. Ну и пататины фриты, походу, забыли. Сейчас узнаем. Надеюсь, что нет. Там и горчичка. Ммм, вкусно. Бутерброд, да? Сразу принесла. Я пусть я... Подошла сейчас к окну, ребята, и вижу, насколько я загорела. В общем, мне кажется, я уже черная. Но, возможно, это, конечно, при таком цвете. Но, в общем, прикольно контрастировать с футболкой. Ммм, вкусно. Ну что, Сашка, едем на Порто-Таверну. Прошло три часа, и мы смогли отправить посылку здесь. Это было что-то. Это был просто челлендж. Все закрыто, все не работает. Хотя сегодня среда, если что, не выходной день. Но, в общем, жизнь на юге, это жизнь на юге. Здесь все неспешно, не спеша, медленно. Ну что, ребята, наконец-таки спустя три часа отправления этой ужасной посылки мы на пляже Порто-Таверна. Это, кстати, ребят, вот этот тот самый остров из Золотого Лара. И это вот лодочки, которые можно арендовать, чтобы доехать. Но я вам скажу свое личное субъективное мнение. Честно сказать, ну, как бы так. Знаете, почему мне не нравится? Потому что узкая береговая линия. Здесь стоит очень много платных пляжей. Нет бесплатных. Два ряда, максимум три ряда зонтиков. Такое ощущение, что, я не знаю, ну, как бы, нет. Нет. Видите, супер-созуставлено, миллион кафешек. Ну, если вам, конечно, такое нравится. По поводу тех же цен на лежаки. Вот, вы меня спрашиваете за цены. Смотрите, июль 2.39, август 52 евро, июль-сентябрь 36. Это два лежака и зонтик 52 евро. Чокнутые здесь какие-то совсем. Таких цен я еще не видела на 52 евро, слушай. Но на нашем пляже мы вчера были, мы заплатили 20 евро. Шикарная вода, береговая линия намного шире. Ну, вообще, ни разу не хуже. И здесь вот такая вот цена. В два раза, в три раза дороже. Я вам скажу лично мое субъективное мнение, как я уже говорила. Я, допустим, еду на Сардинию не для того, чтобы видеть все это. Но это лично я. Некоторым, и таких достаточно много, видимо, люди, которые на этом пляже находятся, для них это норм. Но для меня нет. Вода, как вы видели, так себе. Здесь, в общем, всякие водоросли плавают. Достаточно, как бы, грязная. Дальше. Здесь в воздухе витает запах выхлопных газов. Потому что здесь дают вот эти вот лодки. И здесь этот запах сразу чувствуется. Естественно, мы делаем вывод, что вода здесь тоже, как бы, не очень. Потому что эти лодки постоянно здесь курсируют. Как бы, это тоже минус. Дальше, как вы видели, здесь большое количество людей. Плюс здесь постоянно, как бы, кто-то ходит, что-то продает. Вам пытаются, в общем, парить. Такие вот ребята, которые вещи продают, в общем, очки и так далее. И здесь ни один, ни два человека. А здесь буквально огромные группы. Я не знаю, человек по 7, по 8. Которые будут, в общем, вам ходить здесь, надоедать. И, скажем так, пытаться что-то продать. Ну, это лично, ребят, на мой вкус. Вид, конечно, топовый. Вот она, вот эта изола. Этот остров. Очень круто. Если вы посмотрите, допустим, видео, снятое с дрона, с воды. Скорее всего, эти видео были сделаны в мае месяце, в июне. Эта вода смотрится очень красиво сверху. Возможно, скорее всего, это было сделано с утра. То смотрится очень круто. Потому и мы сюда тоже приехали. Знаете, как ожидание, картинка и реальность. Они совершенно разные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова